Здравствуйте, дорогие наши зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат в сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу напомнить вам об очень важном моменте в уходе за нашим садом. Конец августа. Сняты уже давно и съедены вишни, черешни, ранние сорта яблок и груш. Прокосточковые абрикосы созревают, персики созревают, сливы уже тоже многие сняты. И здесь очень важно не упустить момент защиты и подкормки наших плодовых и ягодных растений. Дело в том, что да, урожай снят, но до листопада еще очень и очень далеко. И это время растение должно потратить не на борьбу с болезнями и вредителями, которых ослабляет, а на то, чтобы подготовиться к будущему сезону и чтобы снова вас радовать хорошим урожаем. Поддержите свои растения, свои деревья, свои ягодные кустарники. Во-первых, прекрасная погода, она прекрасна не только для нас с вами и для деревьев, но и для болезней, для вредителей. Защитите деревья от листовых пятнистостей, которые сейчас бушуют. Особенно в жаркую и сухую погоду бушует мучнистая роса на яблоне. Здесь вам поможет топаз, ПСК, теовид, джет. Если у вас есть проблемы с чувствительностью яблоки, груш, ранних сортов, парше, конечно, на помощь придет скор, на помощь придет луна и другие фунгициды широкого спектра действия. Поскольку урожай снят, мы можем спокойно использовать фунгициды и инсектициды системного действия. Это надолго защитит растения от болезней и вредителей. Прекрасная погода и для разного рода тли, которые поселяются на верхушечках побегов. Они еще очень нежные, тонкие и способны изрядно испортить настроение садоводу и здоровье дереву. Поэтому после уборки урожая готовим баковую смесь с фунгицидами и инсектицидами. Например, это может быть шарпей, актора, карате, любой разрешенный и доступный для вас инсектицид. Главное, точно следовать инструкции применения и не применять его днем в жаркую сухую погоду. И, наконец, подкормка. Многие из нас делают ошибку, акцентируя внимание только на азоте. Можно дать в начале сезона, не давать в конце сезона, забывая о таких важных элементах, как калий, фосфор и, конечно, микроэлементах. Поэтому выбираем растворимые комплексные удобрения с минимальной дозой азота и повышенной долей калия, фосфора. Это поможет растениям, которые еще не остановили рост, его остановить, заложить в хорошую верхушечную почку, хорошо одревеснеть и уйти в зиму подготовленными. Ну и, конечно же, не забываем про полив. Об этом мы расскажем уже в другом нашем ролике. Но полив в нашу жаркую летнюю пору жизненно необходим всем без исключения плодовым и ягодным. О деревьях я вам рассказала, а сейчас о ягодниках. Часто бывает, что, сняв смородину, крыжовник, мы забываем до осени, а то и до весны про эти кусты. А ведь им поддержка нужна не меньше. Именно сейчас очень важно опырскать вашу смородину и крыжовник от такого опасного заболевания, как антракноз. Именно он вызывает полный листопад, превращая прекрасные пышные кусты в лысые, извините, веники. Если вы не сделали это сразу после сбора урожая, немедленно обработайте свои ягодные кустарники хорошим разрешенным фунгицидом от листовых пятнистостей. Это может быть хорус, скор, раек. Главное, повторюсь, четко следуем инструкции. Ну и, конечно, вредители. На смородине вредит стеклянница. И увядание побегов можно видеть с ранней весны до поздней осени. Не откладывайте, удаляйте сразу все поломанное, больное, сухое и сразу же сжигайте. И, конечно, ягодникам, как и плодовым, очень важен полив. Соблюдая это нехитрое правило, обрабатывая растения сразу после съема урожая, вы надолго сохраните здоровье и обеспечите себя урожаем на долгие годы. Процветания вам и вашему саду, здоровья вашим деревьям и вам. И до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок.